Всех с днём Девсервера! Уже вчера удалось пощупать новое обновление, которое называется LA Royale. Нет, блин, NY Pianino. И самой хайповой новинкой патча оказался долгожданный БТР-80А, который закинули на 5.7. Ну тут типа автопушка, да со слабой лентой, это всё понятно, но почему бы сразу не дать более сильный БТР, чтобы он как минимум не смотрелся нелепо среди пантеры тигров. Тем не менее, я очень хочу обкатать, потому что, ну, внешность просто десяточка. Вообще, у советов праздник в этом патче, потому что ещё им дают полу-урак, полу-Т-64, полу-Т-62. А ещё советам дадут Су-25Т с возможностью пускать 12 птуров. А ещё им дадут премиумный Су-39, который отстреливает салюты в честь его покупки, когда ты резаешься на карте. Ах да, и бомбы с парашютиками новые, это определённо жёстко. Америкосам достался опухший Шерман с головой першинга. Не знаю, может интересно будет играться за счёт пушки. Ну и раз уж мы про Шерманы, то шведам тоже достаётся постриженный Шерман. И, собственно, по этому поводу наций без Шермана в игре снова не существует. Чё-то я много говорю слово Шерман, нет? Шерман! А это, кстати, новые звуки экипажей. Пришла замена китайскому ПТ-76 на 5-0. Чё-то тоже не пойми чё, но зато на каморниках. Невероятнейшая база для мемов, это премиумный Абрамс с надписью «Лодка». Но я прям даже начну. Нет, она не плавает. Ввели парочку малышей, но на них мы уже посмотрим в самой компьютерной игре. Ещё одна, кстати, база для мемов, это французская бабахалка с названием... Учитывая её калибры, что она очень быстро кэдэшится, я думаю, что машина будет весёлая. Ещё будет японская машинка, только с более слабой пушкой. Клон китайца на 8,7. Итальянский колёсник со спайками без урона. Пушка плюс Рокпанзер, которая, мне кажется, ну прям очень хорошая. Занерфленные Птуры, которые теперь очень странно вылетают, но зато за ними тянется суперреалистичная ниточка. И, о боже, это же вроде уже было. Ну и какой же патч без уродцев? Магах с нарами. Правда, они пока плохо настроены, поэтому затестить нормально не удалось. В это сложно поверить, но новый американский кукурузный резервник. Вот это вот всё я вообще не знаю. Авиация, в общем. Вот возможность катапультироваться из К-50, это реально топчик. Даже если ты делаешь это вниз головой. Французам добавляют новый флот. Пока ещё ввели не весь, но я традиционно не знаю, что про него говорить. Ну и уже не первый раз слабейшая часть нового патча. Новая карта. Она, как обычно, огромная, неудобная и напоминает ту, что уже есть в игре. Конкретно Италию. Очень жаль, короче, поэтому лучше посмотрите на новые эффекты рикошета трассеров. Ну и на этом всё. Естественно, подписывайтесь там куда-нибудь и ждите обзоры, когда выйдет патч.